приветствую вас друзья совсем недавно в одном из роликов мы рассуждали о том какими знаниями должен обладать junior разработчик если это видео вы не видели то сейчас плывет подсказка и также ссылка будет в описании в этом же ролике мы поговорим о том как с теми знаниями которые вы получили успешно пройти собеседование особенно на позицию junior потому что при трудоустройстве на джуна есть своя специфика и так при прохождении собеседования вас оценивают в первую очередь по двум самым важным критериям первый и очень важный критерий которым зачастую пренебрегают это коммуникабельность или же если говорить по-другому это софт скиллы и второй критерий это ваши технические навыки и технические знания или же по-другому hard skill и подавляющее большинство людей делает акцент как правило на технические навыки на hard skill и и когда после собеседования человек получает отказ он все списывает на нехватку знаний хотя во многих случаях знаний то хватает при этом важно понимать что когда вас берут на работу вас рассматривают в первую очередь как человека а не какого-то робота который только и будет что писать код поэтому если ты сидишь на собеседовании с каменным лицом и на все вопросы отвечаешь односложно да или нет то не удивляйся что тебе по итогу откажут потому что никто не хочет работать в команде замкнутым токсичным напряженным человеком все хотят легких открытых людей и ты должен постараться таким стать ну или хотя бы прикинуться таким на собеседовании ведь цель все-таки пройти его успешно и так мы выяснили что софт скиллы не менее важны чем hard skill и им также стоит уделить внимание особенно если это ваше первое второе третье собеседование и особенно если это собеседование в то место куда бы вы хотели попасть и вы склонны к переживаниям к накручиванию себя что однозначно скажется на качестве общения с собеседующим в таком случае я бы посоветовал вам подготовить список вопросов и попросить кого-нибудь из близких вам эти вопросы позадавать это не избавит вас целиком и полностью от переживаний но все же некоторые такой психологический фактор который подготовит вас к собеседованию и вы будете чувствовать себя более уверенно теперь поговорим про hard skill и про технические навыки технические собеседования бывают разные но в 60 процентах случаев вас будут спрашивать только теорию а еще в 40 процентах случаев помимо теории вам скорее всего дадут какие-то практические задачи и чаще всего это задачи на алгоритмы и перед тем как продолжить небольшая реклама друзья хочу рассказать вам про степик это marketplace онлайн курсов от различных экспертов вузов и онлайн-школ основное направление на степике это айти сфера курсы не привязаны ко времени их можно проходить в любой момент задания проверяются автоматически и авторы также помогают в комментариях сам в свое время проходил курс по питону и был очень доволен но сейчас конкретно я хочу рассказать вам про пакет курсов по sql от шульта из education сам пакет состоит из трех курсов и подходит он как для абсолютно начинающих так и для людей которые уже что-то понимают в sql вы научитесь делать как простые выборки так и многотабличные запросы с использованием join union разберетесь с законными функциями и что самое важное по окончанию курса вы получите хорошую практику и заветную строчку в резюме которая поможет вам при туре устройстве курсы рассчитаны для всех и дополнительные знания для их прохождения не требуется поддержка будет с вами 24 на 7 а для моих подписчиков будет скидка на 15 процентов ссылка на курс и промокод будут в описании поговорим сначала про теоретическую часть вам задают какие-то теоретические вопросы связанные с той областью которой вы ищете работу и как бы банально это не звучало для того чтобы хорошо на эти теоретические вопросы отвечать вам необходимо хотя бы за два-три дня начать к этим вопросам готовиться многие рассуждают по принципу перед смертью не надышишься если я что-то там не изучил за год обучения то навряд ли я это изучу за два-три дня для джуна это в корне неправильные рассуждения потому что то что вы изучали там в течение года как правило половину из этого вы не использовали и в голове информация об этих моментах где-то сидит но эта информация находится в долгосрочной памяти и когда вам зададут вопрос на собеседование из долгосрочной памяти быстро вытащить какие-то ответы на вопросы у вас не получится но если вы хотя бы бегло ознакомитесь с этой информацией за пару дней до собеседования то мозг об этом вспомнит и сможет быстро выдать ответ вполне резонный вопрос который мог у вас возникнуть где эту теорию учить и как это сделать максимально эффективно и в максимально короткие сроки сейчас на ю тубе полно роликов как с реальных собеседований так из публичных том числе такие ролики есть и у меня на канале и вся прелесть таких роликов в том что вы можете за пару дней до собеседования открыть несколько штук просмотреть их услышать как отвечает человек который проходит собеседование как его поправляет собеседующий ну и конечно же перед каждым вопросом надо ставить видео на паузу и пробовать отвечать самому особенно если вы способны воспринимать материал хотя бы в скорости x полтора x 2 или же x 3 как это делают зачастую я то соответственно за эти два три дня вы сможете охватить как можно большее количество вопросов посмотреть как можно больше видео и соответственно освежить в голове как можно больше материала если же вы всегда смотрите видео на x1 то мой вам совет попробуйте сделать сначала небольшое ускорение x125 youtube позволяет такое сделать потом когда вы привыкнете увеличивайте в x полтора и затем уже в x2 мозг привыкнет и через какое-то время смотреть ролики в ускорении вам станет комфортно и я уверен что в комментариях сейчас найдутся люди которые скажут что в ускорении ролики смотреть не эффективно что невозможно усваивать материал со скоростью 2x и для таких я специально уточню что цель просмотра подобных роликов не выучить новые знания а вспомнить то чему ты обучался на протяжении года естественно если ты не готов к техническому интервью если твои знания нулевые то ты его не пройдешь хоть так хоть так и так все что связано с видео мы обсудили но зачастую этого бывает недостаточно также рекомендую поискать вопросы в текстовом формате их полно в интернете но где-то нет ответов где-то вопросов мало но в принципе найти вопросы можно для любого языка программирования для любого фреймворка и если ты занимаешься фронт-эндом то можешь подписаться на мой патреон там я выложил файл в котором есть 200 плюс вопросов и ответов для собеседования именно на фронт-энд разработчика при этом каждому вопросу дано краткое описание краткий ответ и ссылка на развернутый то есть на сам источник в котором можно ознакомиться более подробно с этой темой и так как подготовиться к теоретической секции мы обсудили теперь давайте обсудим как правильно отвечать на вопросы старайтесь отвечать максимально развернуто не давать односложные ответы по типу да нет все же человек который вам эти вопросы задает хочет по большей части посмотреть на ход ваших мыслей на то как вы рассуждаете на то как вы отвечаете еще часто слышал совета о том что если вы не знаете ответ на какой-то конкретный вопрос то об этом лучше сразу сказать и пропустить вопрос но тут я немного не соглашусь потому что если у вас какие-то знания есть то в принципе вы можете попытаться на этот вопрос ответить возможно интервьюер вас наведет на какую-то мысль возможно по ходу того как вы начнете что-то рассказывать вы сами вспомните правильный ответ но суть тут в том что интервьюер опять же будет смотреть на ваше рассуждение если вы уверены что не скажете прям полную чушь а скажите хоть какую-то логичную мысль то лучше эту мысль все-таки озвучить еще раз делаю акцент на том что когда вы готовитесь к собеседованию старайтесь проговаривать ответы вслух потому что в вашей голове это может выглядеть примерно вот так а по факту когда вам зададут какой-то вопрос это может выглядеть вот так поэтому не пренебрегайте ответами вслух про теорию поговорили теперь поговорим про практику когда вам дают какие-то задачи и эти задачи в режиме реального времени необходимо решить как я уже сказал чаще всего эти задачи алгоритмические развернуть массив обойти дерево найти кратчайший путь в графе определить является ли слово полиндромом или анаграммой и здесь конечно самым эффективным будет решать задачи на код ворс или лид код там вы выбираете язык программирования выбирайте различной сложности задачи и на том языке программирования которые вы выбрали эти задачи решаете и соответственно вам сразу же показывает правильно вы решили или же на каком-то тесте у вас задача не проходит опять же даже если вы пару дней эти задачки порешаете это будет намного лучше чем если вы забьете и перед собеседованием не потренируетесь итак друзья на этом закончим я хотел чтобы это видео получилось больше как мотивационное чтобы человек это видео посмотрел и для него был какой-то стимул пойти и готовиться потому что многие действительно этим пренебрегают я провожу достаточно много консультаций и замечаю действительно такую тенденцию именно по этой причине подобное видео я и решил записать если ты знаешь какие-то хитрости по прохождению собеседований обязательно напиши в комментариях я буду все читать подискутируем ну и по традиции не забудь поставить лайк а я в свою очередь буду ждать тебя следующих роликах